ПЕКИНЕС Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы поговорим о особенностях породы Пекинес. Узнаем о характере собаки, а также коснёмся темы ухода и питания. Пекинес — это одна из древнейших пород собак на планете. Их любили и почитали в Древнем Китае. Пекинесы жили при императорах, а простые горожане не имели права их заводить. Эту породу почитали и берегли. Верили, что она оберегала императорскую семью от злых духов. Пекинесов носили на руках, а спали они на шёлковых подушках. Когда император умирал, этих собачек хоронили вместе с ним. В наше время, пекинесы сыскали себе славу компаньона и ласкового друга. По внешности, они похожи на льва в миниатюре. Морда у собаки широкая, глаза округлой формы, чёрные. Уши висячие и прямые. Конечности крепкие и короткие. Хвост с высокой посадкой имеет свойство наклоняться в левую или правую сторону. Высота в холке составляет 15-25 сантиметров, весит до 6 килограммов. Шерстяной покров у пекинеса длинный, прямой и с подшёрстком. По стандарту, окрас шерсти может быть следующих цветов. Чёрный с подпалом или чисто чёрный, белоснежный, рыжий, саболиный. Допускается двухцветный окрас. При уходе за пекинесом основное внимание уделяют шерсти. Её требуется расчесывать каждый день. Купать питомца достаточно один раз в 10 дней, или по мере необходимости. Один раз в неделю нужно проверять и очищать уши. Глаза пекинесов подвержены заболеваниям, поэтому их нужно ежедневно протирать, очищающими и дезинфицирующими зоосредствами. Когти подрезают два раза в месяц. Породу пекинес можно кормить сухим кормом премиум класса. В натуральном питании используют овощи, мясо, рис и гречку. Это основной рацион питомца. Один-два раза в неделю можно давать филе морской рыбы или яйцо. Во взрослом возрасте в рацион питания можно включить суп-продукты. В дополнение рекомендуется давать мультивитамины. Пекинес – это задорный компаньон для всей семьи. Он ласковый и дружелюбный. Любит детей, может ужиться с другими домашними питомцами, особенно если вместе выросли. К посторонним людям и другим животным агрессии не проявляет, но предпочитает держаться на расстоянии. Пекинесы очень привязаны к тому, кого считают своим императором и смелы, несмотря на малый рост. Воспитанием и дрессировкой питомца нужно заниматься с первых дней его появления в новом доме. Пекинесы обладают упрямым характером, и их дрессировка может занять много времени. Главное – проявлять терпение и настойчивость. Нельзя ругать питомца, кричать на него или наказывать. К воспитанию щенка всегда подходит с любовью. Маленький императорский питомец подойдет всем типам людей. Из-за своих компактных размеров он может жить в маленькой квартире. Пес плохо переносит одиночество, для пекинеса нет большего наказания, чем разлука с любимым человеком. А высшее наслаждение – это встречать хозяина у двери, радостно виляя пушистым хвостом. Спасибо за внимание.